Врач и Целитель Каждое последнее воскресенье месяца Мы особо посвящаем этому служению Служению, исцелению и освобождению Поэтому я поощряю тебе верить Открыть свое сердце Верить, что Господь Целитель Он Освободитель И когда ты будешь взевать к Нему Он имеет уши Он тебя любит Он имеет силу власть И Он знает, как помочь тебе Поэтому моя молитва сегодня Чтобы и на этом месте Все, кто смотрит и будут смотреть Чтобы Вы знали, что Господь жив Он делает невозможное возможным Он усмиряет всякие бури Исцеляет всякую болезнь И Он имеет власть над всякими Нечистыми духами И по Его Слову Он все делает И первое место Я хотел прочитать Книга Исход Книга Исход Третья глава Мы прочитаем С 7 по 10 стихи И просто я Подчеркну Из этих стихов Особо важные слова Они все важны Но особо важные То, что Господь сказал Прежде чем мы прочитаем Вы знаете, что Бог Он благословил Авраама Благословил его потомством Но по стечению обстоятельства Его потомство оказалось в Египте Прошло 430 лет Как это Бог сказал Аврааму И мы видим, что Они стали рабами И свободными Благословенными людьми Они стали рабами Раб Он не имеет Ничего своего Он работает На хозяина Его Жена Его дети И где он живет Все принадлежит хозяину Его можно без суда и следствия Бить и убить Потому что он раб Цена пса Была больше, чем цена раба Но они были люди Благословенные Дети Божьи Имеющие обетование И вот Иногда Люди, которые имеют Божье обетование И имеют Благословение от Господа Оказываются в таких ситуациях В проблемах В проклятиях В зависимости В нищете В разочарованности В то время Когда Это не Бог Дал им Но По стечению обстоятельства Есть враги Они всегда пытаются Для того, чтобы Кого-то покорить Чтобы кто-то на них работал Поэтому Это враг Душечеловеческий И вот Так же случилось И с народом Израильским Я сегодня Не просто рассказываю Историю О народе Израильским Просто Когда мы знаем Библию И читаем Мы видим Что Есть некоторые Прообразы Потому что Израиль Это прообраз Народа Божьего Мы сегодня Народ Божий Во Христе Иисусе И Египет Это прообраз Мира сего Фараон Это прообраз Сатаны Который держит Всех в рабстве Чтобы ему поклонялись И вот это Тогда так произошло И сегодня Враг То же самое Потому что Написано Враг Души Нашей И написано Он Ходит Как рыкающий лев Ища Кого поглотить Противостаньте ему Понимаете Как можно Противостать Мы не имеем Силы Своей собственной И Израиль На то время Он не имел Силы Своей собственной Но Здесь есть Ключевые слова Для нас Сегодня Живущих В наши дни И это очень важно Чтобы мы понимали Что Господь Что тогда Что сегодня Он во веке тот же И вот Он всегда Любит человека И хочет благословить И всегда Когда человек Начинает И искать Его помощи Открывать Свои глаза Что бы ни было В своей жизни В твоих Ситуациях В твоих обстоятельствах Ты просто видишь стену У тебя нет Никакого выхода Ты просто видишь Одну стену И ни одной надежды Ты не видишь Никаких перемен Ты не можешь Ничего изменить Но когда ты Поднимаешь Свои глаза К небу Когда ты Не надеешься Уже больше на себя Когда ты говоришь Господь Все начинает Меняться И вот Я хочу с этого места Начать сегодня И здесь есть Важные моменты Исход 3 глава 7 по 10 стихи Написано И сказал Господь Это очень важно Кто сказал? И сказал Господь Это то, что нам надо Сегодня Я увидел страдания Народа моего В Египте Я услышал Вопель его От приставников Его Я знаю Скорби его Иду Избавить его От других Египтян И вывезти его Из земли сей В землю хорошую И просторную Где течет Молоко И мед Сегодня мы живем В 21 веке Но я хочу сказать Что Господь Имеет слово Для твоей жизни И Он сегодня Это слово дал Для тебя Потому что Господь говорит Я увидел Страдание Твое Он говорит Я услышал Вопль Твой Дальше Господь говорит Я знаю Скорби твои И я иду Избавить тебя Чтобы дать тебе Жизнь И жизнь С избытком Потому что Иисус сказал Что Вор Дьявол Пришел Для того Чтобы украсть И убить И погубить Кто ворует Веру Кто ворует Любовь Взаимоотношения Кто приносит Эгоизм Мне и мне Это сатана Но Иисус Христос Сказал Я пришел Дать жизнь Жизнь В Боге Жизнь В Его любви Жизнь Которая говорит Я дам вам Благословение И вот Господь знает Твою нужду Господь знает С чем ты борешься Какая бы ни была болезнь Он знает Тебя Он любит И хочет помочь Я хотел еще одно место Прочитать Псалтирь 106 И мы Не будем читать Весь Псалтирь Я возьму Некоторые стихи Потому что Сегодня мы говорим Об исцелении И освобождении Мы сегодня Говорим о том Что Бог Имеет для тебя Свободу От всех Обстоятельств Которые Угнетают тебя У Него есть Сила Исселить От любой болезни Мы не можем Исселить Но иногда Есть такие болезни Которые мы не знаем А как это получится Но Господь говорит Я Бог Всемогущий Поэтому Псалтирь 106 Мы будем читать Выборочные стихи Десятый стих Написано Они сидели Во тьме И тени смерти Окованные Скорбью И железом Понимаете Когда нас не касается Когда у нас все хорошо Семья есть Здоровье есть Планы есть Мы движемся Иногда мы думаем Что у всех людей хорошо Но Понимаете Иногда Когда повстречаешься С людьми И когда тебе Открывает свое сердце Как они разбитые Как их жизнь разбитая Как они Видят смысл и счастье И ты думаешь Как это может быть Но дело в том Что Господь знает И он говорит Что Сегодня есть люди Которые вот Подобно Как те люди Они сидят В этих проблемах Они ищут выхода И они окованы Этим Но Тринадцатый стих Это разрешение Для тебя Для каждого из нас Написано Но вызвали Господу В скорби своей И он спас их От бедствия их Вывел их Из тьмы И тени смертной И расторгнул Узы Их Мы знаем Что Господь Он тот Который разбивает Всякие оковы Он тот Который Отодвигает Всякую плиту Которая Держит нас Быть мертвыми И неживыми Я сегодня Вам проповедую Иисуса Христа Я хочу сказать Что Он является Господом И целителем Он Сегодня Достоин Чтобы мы Прославили Его Потому что Никто из нас Не имеет Своей собственной силы Но Он Жив И он сказал Придите ко мне Все Труждающие Собремененные Я Успокою Вас Поэтому Здесь он говорит Что Эти люди Может быть Сегодня ты сидишь Во тьме Сегодня может быть Болезнь Обстоятельства Что-либо другое Зависимости Они оковали тебя И ты стоишь Окованный Но здесь есть Разрешение Но Возвали Господу Если ты Возвешь Возвешь Господу Что бы ни было В твоей жизни Тебе не надо думать Как это произойдет Тебе надо знать Что Господь Видит все Тебе надо знать Что у Него Есть сила и власть Тебе надо знать Что тебе надо Возвать к Нему А Он знает Как это сделать Написано Возвали Господу Скорбой своей И Он Спас их От бедствий Их 17 Прочитаем дальше 17-19 стихи В Солом 106 Написано Безрассудные Страдали За беззаконные Пути свои Из-за неправды Свои Это знакомо Сегодня в этом мире Сколько людей Сегодня ищут Господа Очень мало Но сколько людей Ищут Мамону Очень много Сколько людей Сегодня Живут Святой Чистой Праведной Жизнью Имеют страха Божьего Очень мало Но сколько людей Думают за счет Неправды Обогатиться Их много И люди Не знают Что всякая Неправда Есть грех Они знают Что все Что неправильно Это дьявола Поэтому Никакая Неправда Никакая ложь Никакой обман Никакое Воровство Никакое Насилие Никакая Физическая Сила Она не Благословит Тебя Это проклятие Но от Господа Исходит Благословение Многие люди Живут этом И что Они потом Не знают Откуда приходят Болезни Откуда приходят Страдания Откуда приходит Ненависть Развода Проклятия И так и далее Люди Злятся Обвиняют Бога Но здесь Слово Божие Говорит Безрассудные Страдали Из-за чего За беззаконие Пути свои Из-за неправды Свои Но здесь Есть Ключ Разрешения 19 стих Говорит Но вызывали Господу В скорби Своей И Он Спас их От бедствий Их Послал Слово Свое И исцелил Их И избавил Их От могил Их Это Слово Сегодня Господь Для тех Кто верит Господа И любит И попал В обстоятельства И для тех Кто Не думал О Господе И жил Просто как Жил Но Встретил Трудности И вы не знаете Как Здесь есть Говорит о том Что Иногда Человек Страдает Из-за Своей Глупости Из-за То Что Не думали Господа Из-за Того Что Они ходили Своими Собственными Собственными Пятами И они Не искали Господа Потому Что Только Господь Есть Путь Истинной Жизнь А все Остальное Тма Поэтому Мы знаем Что Мир В котором Мы Живем Сам По себе Он Очень Красив Есть Очень Много Богатства Бог Все Сотворил Это Прекрасно И Когда Бог Сотворил Он Сказал Весьма Хорошо И Благословил Бог И Человека Благословил Но Мы знаем В то же Время На Сегодняшний День Когда Все Так Прекрасно Вокруг Все Что Бог Сотворил Есть Так Много Несправедливости Много Страданий Много Болезней И Много Слез Много Несчастных Людей И Спрашивается Почему Же Так Много Несправедливости Я думаю Что Многие Из вас Задавали Себе Такой Вопрос За Что Почему Так Много Несправедливости Почему Так Много Нищих Несчастных Людей При Том Большом Ресурсе Золото Серебра Богатство Леса Воды Все Оно Хватит И Хватит И Хватит На Все Поколения Сколько бы Миллиардов Не было Но Почему Так Много Несправедливости И Нищих И Больных Людей Живущим В страхе Риска Не Видя Выход Я знаю Что Некоторые Задуются Вопросом Возможно Ли Каждому Человеку Быть Счастливым Возможно Ли Мне Быть Счастливым Некоторые Конечно Они Обвиняют Бога За то Что Почему Это Бог Допустил Но Это Не Бог Допустил Бог Не Сотворил Зло Бог Не Сотворил Проклятие Написано Бог Есть Любовь Бог Это Жизнь И Поэтому Он Говорит Я Есть Жизнь Приди И Отдам Тебе Жизнь Но Мы Знаем Что Дьявол Это Тьма И Иногда Люди Обвиняют Бога Если Есть Бог Почему Почему Это В моей Жизни Бог Меня Не Любит Или Нет Бога Но Это Не Бог Есть Чуть выше Мы Считали Что Иногда Люди Когда Им Немножко Хорошо Они Не Думают О Боге Они Думают О Своей Жизни Они Думают О В этом Мире Укрепиться Так Как будто Вечно Буду Жить И А вот За Своей Глупости Это Называется Глупость Потому Что Если Служишь Мамоне Это Глупость Это Не Из-за Того Чтобы Богатство Это Зло Бог Дал Бог Бог Сказал Я Благословлю Вас Для Кого Бог Сотворил Все Золото Серебро Все Богатства Для Человека Но Когда Мы Думаем Что Это Не Бог Это Из-за Вашей Глупости Вы Жили По Своим Собственным Похотям И Мышлениям И Вы Не Думали Что Это Приведет Вас К Тупик Но Оно Привело Вас Поэтому Это Не Бог А Человек Сам Выбирает Как Ему Жить Но Бог Всегда Любит Вас И У Бога Всегда Сердце Открытое И Если Ты Возовешь Богу Если Ты Поднимешь Свои Глаза На Небо Если Ты Взыщешь Его Всем Сердцем То Он Все Поменяет Свет Придет Когда Приходит Свет Тьма Куда-то Исчезает Выключи Свет Полная Тьма Господь Есть Свет Твой И Спасение Твое И И Исцеление Твое И Освобождение Твое И Сила Твоя И Крепость Твоя И Богатство Твое И Дыхание Твое И Жизнь Твоя Воздай Славу Господу Он Достоин Всей Славы Поэтому У Бога Всегда Есть Случай Для Тебя Даже То О чем Ты Не Думаешь Сегодня Понимаете Я Говорил Прошлый Раз Что Некоторые Ищут Просто Кощелек Бога Но Понимаешь Когда Ты Принимаешь Человека Какого-то И вот Если этот Человек В твоем Доме Живет А он Нечестный Хитрый Лукавый Думать Как Обынуть Как За счет Твой Прожить Как Где Что-то Тебя Взять Это Тьма Это Проклятие Он То Что Имеет Он Собой Приносит Это Я говорю О том Что Если Человек Не Имеет Господа Он Имеет Сатану А Господь И Сатана Работает Через Людей Но Когда Ты Принимаешь Иисуса Христа В своей Жизни Когда Он Приходит В твой Дом То Что Он Имеет Он Это И дает Как Некогда Петр И Ян Шли В храм Девятой Молитве Они Сказали У нас Золота Серебра Нет Но Что Имеем То Даем Что Они Имели Они Имели Христа Они Имели Дух Святой Они Имели Его Слово Они Имели Его Помазание Поэтому Они Не могли Своей силой Ничего Делать Но Они Имели Он Был В них И Поэтому Он Через Них И Сделал Это Сказал Что Имеем То Даем Во Имя Иисуса Христа Встань И Ходи Ты Думаешь Что Тебя Просто Начинай Искать Лица Его Думай Что Он Тот Который Укрепляет Ноги Тот Который Дает Дыхание Выпрямляет Людей Тот Который Освобождает И делает Тебя Счастливыми Бог Знает Как Сделать Радость В твоей Жизни Он Знает Как Делать Так Чтобы Ты Улыбался Он Знает Как Поменять Твое Обстоятельство Поэтому У Бога Всегда Знаете Апостол Ян Первое Послание Яна Третья Глава Восьмой Стих Такие Прекрасные Слова Просто Запечатлите Их Всем Своим Сердцем Для Сего То И явился Сын Божий Для чего Чтобы Разрушить Дела Дьявола В твоей Жизни Давайте Мы вместе Скажем Для Сего То И явился Сын Божий Чтобы Разрушить Дела Дьявола В моей Жизни Крикни Господу Слава Тебе Господь Ты Взял Мои Немощи И Болезни Ты Взял Мои Проклятия Ты Был Избит Изранен Вместо Меня И Умер Для того Чтобы Я Жил И Имел Жизнь С Избытком Господь Любит Тебя Сколько Сегодня Нищих Больных Безнадежных Разбитых И Господь Хочет Сказать Вам Сегодня Вы Можете Не оставаться Больше В таких Обстоятельствах Вам Не надо Посмотреть Просто На Человека Вам Надо Смотреть На Господа А Господь Пошлет Вам Человека Господь Пошлет Вам Слово И Вы Будете Исцелены И Благословлены Потому Что Ни с того Ни с сего Господь Будет Начинать Открывать Свои Возможности Для Твоей Жизни Там Где Не Было Мира Вдруг Мир Приходит Там Где Была Вражда Вдруг Любовь Приходит Там Где Было Не Устройство Вдруг Приходят Порядок И Устройство И Я могу Перечислять Это Бог Устройство И Порядка Бог Чистоты И Света Бог Любви И Мира То Что Ты Не Можешь Сделать Он Это Сделает Там С чем Или С кем Ты Борешься Может Есть Неспасенное В твоей Жизни Близкое Тебе Сердце В твоей Жизни Может Ты За них Долго Молился Или Молилась И Иногда Приходят Так Как Мы Даем В руки Господа И Мы Не Видим Перемен Но Мы Должны Знать Что Когда Мы Приходим У Жертвенника Господа Как Некогда Авраам Приходил На Жертвенник И Ложил Жертву Он Поднимал Свои руки И Провозглашал Бога Всемогущего Потому Что Там Вокруг Было Множество Развратных Людей И Среди Этих Множества Развратных Людей Нечестивых Людей Он Не смог Подойти Там Господа Но Он Выходил На место Где Сможет Поставить Свою Жертву И Поднимал Руки Бога Всемогущего Он Не знал Как Эта земля Ему Будет Принадлежить Бог Сказал Я Благословляю Благословлю Тебя Но Он Верил И Говорил Бог Всемогущий Держи Этот Фокус В Своей Жизне Бог Всемогущий Он Слышит Твои Молитвы И Он Видит Твое Сердце Ты Бога Никогда Не Обманываешь Мы Иногда Приходим К Богу Польстить Ему Мы Любим Тебя Потому Что Мне Что То Нужно А Целую Неделю Мы Где-то Забываем Говорит Господь Мое Дыхание В Тебе Господь Моя Жизнь Драгоценна Только В глазах Твоих Господь Без Тебя Нет Смысла Жизнь Господь Мы Как Червь Без Тебя Кто Может За себя Ручаться За завтрашний День Мы Все Говорим У Нас Есть Планы Но Мы Не Можем Ручиться За Следующий Час Но Когда Мы Говорим Господь Моя Жизнь В Руках Твоих Господь Добудет Моя Жизнь Драгоценна В Глазах Твоих Господь Как Занится Око Я Не Могу Надеяться На Семья Но Я Знаю Ты Сказал Любящих Меня Я Благословлю Поэтому Я Стараюсь Любить Моего Господа Я Стараюсь Жить Не По Моим Настроением В Жизни У Нас Есть Плод Которая Хочет Чтобы Она Была На Первом Месте Плод Чтобы Ее Чтили Но Как Бы Там Ни Было Твои Эмоции Ты Должен Сказать Господь Ты На Троне Ты В Славе И Вся Слава Будет Тебе И Моя Жизнь Драгоценна В Твоих Руках Будет Воля Твоя В Моей Жизни И Ты Дал Мне Мою Жену Мои Дети Мои Дети Их Ни Семь Господь Народ Твой Который Дал Мне Служить Господь Я Прошу Благослови Его Храни Их От Всякого Зла От Всякого Греха Пусть Их Сердце Ищут Тебя Знаю Что Благословение В Тебе Я Прошу Благослови Господь И В Их Жизни Они Твое Наследие Господь Они Посвящены Тебе И Твоя Кровь Была Пролита И Они Твоя Собственность Поэтому Это Твои Господь И Каждый День Это Наше Посвящение Это Наша Жизнь Это Наша Надежда Поэтому Что Бо Мы Не Встретим Мы Знаем Что Без Его Воли Когда Мы В Таком Состоянии В Нашей Жизни Что Будем Знать Что Призванным По Его Изволению Все Будут Содействовать Ко Благу Потому Что Он Держит И Смерть И Я В Своей Руке У Него Есть Ключи Жизни Я И У Него Есть Книга Жизни Я Знаю Моя Жизнь Она Записана На Его Книге И Никто Не Изменит Там И Когда Мы Встречаем Что Мы Не Должны Зависит От Настроения От Того Как Мы Чувствуем Мы Иногда Чувствуем Себя Как Будто Мы Разбиты Кому Мы Отброшены Как Будто Мы Не Понят И Так И Далее Вы Знаете Что Мы Все Ходим Во Плоте Но Живущие По Плоте Угодить Богу Никогда Не Смогут А Живущие По Духу Поэтому Дорогой Друг У Бога Всегда Есть Лучшее Для Тебя Всегда Он Любит Тебя И Он Хочет Благословить Тебя Я Хочу Рассказать Случай Из жизни Иисуса Христа Который Мы Знаем Но Это Луки Луки 13 Глава Это Описано С 10 По 16 Стих Как В Одной Синагоге Иисус Учил Вы Представляете Он Синагога Это Место Дома Божьего Люди Которые Приходили Поклонялись Богу Молились Слушали Слово Божие И они Должны Быть Светом Там Эти Люди Служащие Богу Но Иногда Понимаете Вот Иногда Можно Привыкнуть Так На Собрании Мы Верующие А Там Мы Забываем И Мы Требуем Своего Мы Требуем Справедливости Мы Требуем Все А он Ничего Не требовал Он Любил И Вот Он Учил В Синагоге И Там Была Женщина 18 Лет И Имеющая Духа Немощи Видите Болезнь Господь Называет Дух Немощи Она Была Скорчена И Не могла Выпрямиться Я Старался Представить Как Это Быть Скорченным Понимаете Я Видел Людей В жизни Не так Много Но Я Видел Когда Скорченное И Горб Есть И Человек Вот Так И Не Может Себе Помочь И Мы Смотрим На Юридивы Как На Несчастные Люди А Что Мы Можем Помочь Как Мы Можем Выпрямить Как Мы Можем Этот Горб Убрать Мы Можем Дать Немножко Деньги И Сказать Пусть Бог Благословит Тебя Но Ей Наверное Или Этому Человеку Нужно Больше Как Часто Мы Не Оцениваем О том Что Мы Просто Можем Стоять Ровно Даже И Сказать Господь Я Стою Ровно Да Есть Какие Трудности Да У нас Есть Хлеб Вода И Где Спать Но Все Ровно Человек Это Эта Утроба Ненасытливая Он Бы С охотой Поменялся Вот Этот Человек Эта Женщина 18 Лет Скорченная Она Не Могла Реботать Она Не Могла Выпрямиться Она Не Могла Никого Обнять Она Просто Скорченная Духом Немощи 18 Лет А Мы 18 Лет Стоем И Иисус Увидел Ее Подозвал Ее И Сказал Ей Женщина Ты Освобождаешься От Недуга Твоего И Возложил На нее Руки И Она В тот Час Выпрямилась И Стала Славить Бога Слава Богу Дальше Вы знаете Историю Что Иногда Мы Привыкаем К Нашим Порядкам Я Был В собраниях Наших Собраний Скажем Тем Которые Как бы Близки Мы Верим Так И Они Настолько Привыкли К своим Обрядам И Традициям Они Уж Знают Как Начнется И Как Кончится Знают Когда Надо Молиться Когда Петь Когда Не Надо И Когда Не Надо Я Помню Я Был Один Раз Приезжали К нам Братья С Америки Брат Добин Сестра Марта Западной Украине Этот Большой Город Мы Пошли Туда В Этой Церкви Там Есть Молитвенный Дом Вот Я Конечно Не знал До конца Их Традиции Но Дали Нам Как Гостям Говорить Мне Дали Там В середине Говорить Понимаете Я Очень Рад Всегда В виде Детей Божьих Потому Что Я Хотел Это Было Давно 97 Год Это Было Я Всегда Хотел Кафедру Божья Любовь Так Объяла Я Так Рад Был Что Видит Детей Божьих Как Сегодня Вас Вижу Я Начал Проповедовать О Любви О То Что Он Взял Все Немощи Болезни О То Что Он Утешитель И Он Послал Дух Утешителя И Мы Можем Благодарить И Славить И Не Воздыхать Потому Что Он Не Принес Нам Воздыхание О Жизнь Я Сказал Чтобы Господь Любит Тебя И Когда Проповедовал О Духе Святом Проповедовал Люди Как Сидели Вот Так На Скамейке Они Начали Говорить Иными Языками Молиться Бог Сделал Чудо Я Увидел Что Мое Слово Закончилось Господь Начал Действовать Я Сказал Будем Продолжать Молиться Но Пришел Старший Сказал Сегодня То есть Не заведено Нас В середине Молиться Будем Молиться В конце Но Я Не Стал Я Гость Первый Раз Был Там Ну Кто Ты Такой Чтобы Препятствовать Что Делает Господь Синагога Это Синагога Это Церковь И Вот Здесь Смотрите Женщина 18 лет В Синагоге И Господь Говорит Иди Сюда Дорогая Ты Освобождаешься От Недуга Своего Возложил Руки И Она Выпрямилась И Славила Бога Сказайте Что Нужно Делать Надо Славить Господа Но Люди Которые Привыкли К Порядкам Смотрите Что Они Сделали При этом Начальник Или Скажем Старший Негодуя Что Иисус Исцелил В Субботу И Сказал Есть Шесть Дней Туда Тогда Приходить А Сегодня Нельзя Вы Знаете Что Иисус Сказал Ему Лицемерты Лицемерты Если Твой Осел В Субботу Упадет Ты Его Вытащит А Это Дочь Авраама Видите Чья Дочь Была Все Люди Это Дети Господа Все Сегодня Скорченные Больные Обладаемые Дьяволом Нечистым Духом В Какие Были Скорбях Эти Люди Бог Сотворил И Бог Хочет Освободить Вас Поэтому Он Сказал Не Надлежало Именно В Этот День Это Сделать Поэтому Дорогие Друзья Я могу Приводить Много Случаев Но Я Хочу Сегодня Вдохновить Тебя Просто Сказать О том Тебе Надо Верить Пока Еще Благодать Божия Действует Пока Еще Дверь Открыта Мы Можем Входить То Что Ты Ты Не Можешь Сделать Дать Тебе В Твоей Жизни То Что Никто Не Может Дать И Он Благословит Тебя Поэтому Иисус Христос Это Дверь Он Сказал Я Есим Дверь Я Есим Дверь Некоторые Через Дверь Заходят Пивнушку В Казино Гостиницу В Магазин Куда Угодно Публичный Дом В Развратный Дом Но Иисус Говорит Моя Дверь Другая Я Есим Дверь Кто Войдет Мною Тот Войдет И И когда Ты Входишь Обязательно Там Что-то Есть Правда Он Говорит Я Есим Дверь Кто Войдет Мною Тот Войдет И Войдет И Пажет Найдет Понимаете В своей Жизни С Моей Женой Иисус Был Всегда Нашей Дверью Мы Мы Встречали Очень Много Обстоятельств И Жизнь И Смерть И Врагов И Предательств Бушующих Волн Сильный Которые Готовы Были Потопить Нашу Лодку Но Однажды Когда Мы Первый День Поженились Первый День Первая Наша Молитва Была Чтобы Иисус Был Управителем Нашей Лодки Жизни Благословил Нас И Поэтому Мы Встретили Очень Много Мы Знаем Что Такой Смерть Мы Знаем Что Такой Рак Мы Знаем Что Такое Когда Ничего Нету Мы Знаем Что Такое Когда Против Тебя Все Но Знаете Мы Чувствовали Все Это Но И Все Мы Знали Что Тот Кто В Нас Он Знает Наши Дни Он хочет Чтобы На этом Моменте Пути Мы Закончили Нашу Жизнь Мы Не Будем Роптать Мы Не Будем Обвинять Его Мы Будем Благодарить И Наши Отношения К Нему Не Поменяются Но Он Всегда Нам Помогал Всегда Когда Мы Видели Стену Мы Всегда Не Оборачивались Назад Мы Всегда Смотрели Вперед Потому Что Знаем Это Стена Это Препятствие Это Потому Что Тот Кто В Нас Он Знает Как Убрать И Он Видит Что Есть Там Дальше Для Нас И Когда Мы Стоим Твердо Так Невзирая На Наши Чувства Как Мы Себя Чувствуем Потому Что Чувства Они Живые И Господь Утихо Волны Успокаивает Эти Стены Убирают Болезни Исселяют Врагов Примеряют Друзей Новых Дает И Обетование Оживляет И Мы Сегодня Продолжаем Жить В этом Поэтому Дорогой Друг Господь Имеет Для Тебя В Каких Обстоятельствах Ты Не Был Какая Была Болезнь Он Силе Прикоснуться К Тебе Потому Что Написано Приходили К Иисусу Послушать Его И И Исцелиться И От Него Исходила Сила И Исцеляла Всех И Я Поощряю Тебя Открой Своё Сердце Господу Самое Первое Приими Его Как Спасителя Потому Что Грех Из-за Греха Все Проклятия Я Говорил Раньше Что Грех Это Источник Всех Неустройств Беспорядков Ненависти Убийств Вражды Болезни Зависимости Это Источник Всякого Проклятия Поэтому Самое Первое Я Всегда Говорю Прими Иисуса Христа Как Господа И Как Спасителя Когда Он Войдет В твоей Жизни Он Знает Как Выдернуть Все Что Принесло В твоей Жизни И Он Посадит Новое Семя Семя Слова Божия Которое Духи Жизнь И Оно Поменяет Твою Жизнь Может Быть Ты Долго Страдаешь Или Болеешь Или Не Покаялся Сегодня Я Поощряю Тебя Чтобы Ты Это Сделал Доверьтесь Его Господу Просто Доверьтесь Его Господу И Вы Можете Обратиться Я Хотел Помолиться Молитвою Которая Может Быть Для Людей Кто Будет Смотреть И Они Нуждаются В Этой Молитве Они Не Знают Как Молиться Я Хотел Чтобы Мы Вместе Этой Молитвой Помолились Эта Молитва И Моего Сердца И Я Когда-то Молился И Господь Меня Избавил И Я Его Принял Как Спасителя Господа Он Простил Все Мои Грехи Разрушил Все Мои Проклятия И Дал Мне Жизнь Но Сегодня Есть Люди Которые Нуждаются В Этой Молитве Мы Не Можем Конечно Учить Людей Но Мы Можем Дать Направление Мы Можем Дать Направление Мы Можем Вместе Молиться И Я Хочу Чтобы Мы Встали Наши Ноги Сейчас Давайте Мы Откроем Свое Сердце Я Хочу Чтобы Те Из Вас Которые Сегодня Особо Нуждаетесь У Вас Есть Не Устройство И Нет Мира У У У вас Есть Вражда И Не Знаете Как Решить У Вас Есть Много Своих Собственных Решений Но Вам Нужно Божье Решение У Вас Есть Болезни И Вы Страдаете Вы Нищи И Вас Нужнее Вас Обманули Несправедливо С вами Поступили Вы Страдаете В Грехах Вы Не Можете Найти Выход У Вас Есть Сомнения И Ваша Плот Преодолевает Вам Сказать Что Тот Кто Придет В Твоей Жизни Он Со Всем Этим Справляется И Даст Тебе Жизнь И Даст Тебе Судьбу Поэтому Я Хотел Вместе С вами Чтобы Вы Могли Вместе Со Мной Молились Этой Молитвой Громко Для Того Чтобы Эти Люди Которые Сегодня Или Будущем Будут Смотреть Чтобы Они Могли Получить Это Направление Они Могли Сделать Это Эту Молитву Своей Собственной От Их Сердца Потому Что Молитва От Сердца Она Приводит Господа В Их Жизнь Давайте Будем Молиться Господа Иисусе Я Хотел Чтобы Вы Вместе Со Мною Все Месте Повторали Господа Иисусе Я Открываю Сво Сердце Для Тебя Прошу Тебя Войди В Мою Жизнь Разрушь Все Проклятия В моей Жизни Прости Все Мои Грехи Исцели Меня Я Отдаю Свою Жизнь Полностью Тебе Сделай Мою Жизнь Новой И Счастливой Будь Моим Господом И Спасителем Моим Целителем И Освободителем Моим Защитником И Обеспечителем Моим Пастором И Учителем Я Благодарю Тебя Господь За то Что Ты Умер За Меня И Вошел Мою Жизнь И Я Следую За Тобою Аминь Дорогие Друзья У нас Будет Здесь Молитва Но Я Хочу Обратиться Тем Кто Здесь И Тем Кто Онлайн Какая Бо Небо У Тебя Нужда Сейчас Если У Тебя Нужда Материальная Просто Положи Свою Руку На Сердце И Скажи Господь Ты Знаешь Мои Переживания Мои Трудности Ты Ты Сотворил Все Ты Знаешь Как Изменить Я Просто Сейчас Нуждаюсь В Твоей Мудрости В Твоей Водительстве И Как Мне быть Дальше Помоги Мне Если Ты Страдаешь Болезнями Тебе Не Обязательно Давать Все Богатства Обратись Вначале К Господу Если Нужно Потом Пойди К Доктору Ты Можешь Пойти Это Не Грех Но Сперва Пусти Господа В своей Жизни Посмотри Что Можешь Сделать Господь Я Помню Однажды Сестра Руслана Бабич Кто Помнит Сестра Анны Или Кто Привели Ее У Него Маленькая Девочка Два Годика Или Полтора Годика Я Не Знаю И Ее Привели В собрание Потому Что Врачи Сказали Что Если Не Сделать Операцию На Сердце Ее Доченьки Маленькие Хоть Что Чтобы Ее Доченька Была Жива Потому Что Это Очень Дорого Но Благодаря Что Были Люди Которые Знали И Знали Куда Ее Привести И Она Вышла На Молитву Я Помню Ей Сказал Руслан Давай Вначале Пустим Господа Давай Посмотрим Что Может Сделать Господь Разрезать Всегда Можно Пойти К Вручу Всегда Можно И Это Не Является Грехом Но Давай Сначала Пустим Господа В твоей Жизни Давай Посмотрим Что Сделает Господь Поэтому Что Было В твоей Жизни Господь Сделает То Что Сделает Для Этой Девочки Мы Молили Всей Церковью И Она Без Операции Бог И Селил По Сегодняшний День Жива Взрослая Девушка Поэтому Слава Господу Дай Славу Господу Я Хочу Призвать Вас Еще Раз Бог Знает Твои Нужды Может Быть Твои Дети Может Быть Твоя Жизнь Что Бо Ни Было Просто Посмотри Господу В Небесах Положи Свою Руку На Сердце Или Подымай Свои Руки И Скажи Господу Господь Иисус Я Принял Тебя В моей Жизни Или Я Принимаю От Тебя Исходит Сила И мне Нужна Эта Сила Изменить Обстоятельства И скажи Твои Обстоятельства Что бы ни было Сейчас Положи Свою Руку На Сердце Или На Больное Место Или Подымай Свою Рыку Господу И я Сейчас Буду Молиться Для того Чтобы Господь Прикоснулся В твоей Жизни Господь Иисус Я Провозвышаю Твое Царство И Твою Силу И Твою Власть Над Всякой Нищетою Над Всякой Тьмою Над Всяким Проклятием Над Всякой Болезнью Над Всякой Нищетой Над Севим Молом И Жизни Над Тем Что Тяготит Человека Я Провозвышаю Тебя Царем И Господом И призываю Твою Силу Господь Прямо Сейчас Прикоснуться К каждой Душе Кто Сейчас Молится Об освобождении Об исцелении О близких Об обстоятельствах Во имя Иисуса Христа Да Прикоснется Сила Божия И Да Изменит Твои Обстоятельства Благодарим Тебя Господь Мы Отдаем Тебе Всю Славу Обещаем Отдать Тебе Всю Славу Господь За Эти Освобождение За Это Исцеление За Перемену В жизни Ибо Ты Достоин